Приветствую вас на своем канале. Я Матрёна и мой проект Великие Сёва. Немногие села Центральной России, тем более немногие села Ивановской области известны на весь мир. Не побоюсь этого слова. Вот села Сахтыш – одно из этих самых сел. Сахтыш – место заповедное в природном и историческом смысле слова и, нисколько не преувеличивая, имеет мировую археологическую значимость. Стоит село на возвышенности, окруженное со всех сторон болотом. Село более шести веков находится в Тейковском районе Ивановской области, 42 километрах от Иваново. По одной из версий, название села досталось от прежнего населения края – племени Меря, проживавшего между Окой и Волгой с первого тысячелетия нашей эры до X века до славянской колонизации и говорившим на языке близком мордовскому-марийскому. Сахтыш в переводе с языка Мери по этой версии означает «бурлящее, бурное, рыбное место». То есть Сах – бурлящий, тыш – рыбное. Есть также другое мнение, что слово Сахтыш татарского происхождения и означает «гиблое, плохое место». В 1445 году в селе было сражение с татаро-монгольской ордой, в котором погиб татарин знатного происхождения. Возможно, из-за этого события село и получило название Сахтыш. Первое упоминание поселения в письменных источниках относится к 1476 году. В начале XVII века здесь обосновался мужской монастырь, именуемый Петропавловским, который впоследствии был упразднен по указу Екатерины Великой, а снесли монастырь в 1930 году. Во второй половине XVIII века в селе Сахтыш появляются две деревянные церкви – зимняя и летняя. Зимний храм из камня построен в конце XVIII века и освящен в честь Николая Чудотворца. Церковь до сих пор действует. Летний храм в честь Михаила Архангела перестроен в 1810 году. К концу XIX века село насчитывало 44 двора прихожан. Было здесь древнее озеро, окруженное большим труднопроходимым болотом. Оно за моей спиной находится, практически все это пространство занимала вода когда-то. В озеро впадала речка Черная, а вытекала река Койка. Еще с каменного века сюда шла на нерест рыба, со всего Неральского бассейна. Птицы было видимо-невидимо, до зверья всякого. Чем и привлекало это место людей на поселение. На этой территории открыты археологические памятники. Стоянка первобытных людей, возрастом 10300 лет, и 17 древних поселений, возрастом 7000 лет. Это эталонный памятник эпохи неолита. Здесь есть мезолит, возраст которого более 14000 лет. Здесь стоянка эпохи неолита, возраст которого больше 6000 лет. Слева от меня протекает речка Койка. И по берегам этой речки Койки располагаются эти поселения. Когда-то они находились на суходолах, то есть холмах, не заливаемых палатковыми водами. И, собственно, эти сухие холмы и были местами постоянных поселений. Поселения служили также могильниками. Эти люди там, где их жили, хоронили своих умерших. Поэтому данные памятники дали обширный антропологический материал. Благодаря находкам на этих памятниках нам известно, как выглядят эти люди и даже что они ели. Работы здесь начались в послевоенные годы. Обнаружил этот комплекс памятников и руководил экспедицией долгое время известнейший археолог Дмитрий Александрович Крайнов. Последствия его работы продолжили его ученики. Ивановские археологи Елена Ленина Костылева и Александр Витальевич Уткин. Мне тоже довелось участвовать в этих работах. Более того, в далеком 1991 году, вон там, под той березкой, вот отсюда видно примерно, я начинал свой путь археолога, студентом, практикантом, вот с такой вот лопатой в руках. Мезолит здесь есть, но более известны эти поселения именно как памятники неолита. То есть здесь основные раскопки это льявовская и особенно волосовская археологическая культура. Это уже финальный, развитый финальный неолит. Что рассказать про этих людей? Жили они поближе к водоему, там где поменьше ходить за водой. Потому что посуда у них была не портативно-стационарная. Большой казан из костра не вытащишь и воду в него не зачерпни, уж можно было таскать. Жили они велением полукочевой образ жизни. То есть на зиму они оставались на одном месте поправить, зимой у них было в одном месте, а на лето они разбредались по всей округе. Где вытекает речка Ковика, там нерестилище. То есть они добивали рыбу самым браконьерским способом, за который сейчас штрафуют. Ставили во время нереста заколы и рыба обратно попасть в озеро не могла. А тут ее голыми руками браи запасали на все оставшееся время, заколы разбирали и рыба обратно уходила в озеро. То есть вот так вот жили эти люди. Вот здесь буквально за этими кустами находится знаменитая станька Сахтыш-1. Их нумерация в порядке их находки. То есть вот первые были обнаружены именно она. И она дала такие сенсационные находки, как дерево. Здесь торфяник. Здесь без доступ к кислороду дерево сохраняется великолепно. Также изделились кости и рога. Тканей, насколько я помню, на них не было. А также были найдены остатки столбовых конструкций. То есть, по всей видимости, они жили не просто у воды, а прямо над водой. То есть это, видимо, было свайное поселение. Но я уверен, об этом сейчас сказать не могу. Давно уже это дело изучал. То есть вот буквально под ногами здесь валяется, например, характерный кусок керамики с характерным ямочным орнаментом. Это льяловская культура. Льяловская культура. Возраст этого черепка примерно, ну, пять с половиной тысяч лет. Вот. То есть есть вот такого возраста. В плане археологии это уникальное место. Другие находки яркие, которые здесь были найдены. Вот в составе погребения были найдены предметы из янтаря. Это очень красиво. Да, конечно, скелет этот некрасивый. Но янтарь, который живет на скелете красивый. В одном из погребений лично я расчищал, помнится, в 1991 году. Нашли костяную пряжечку. Человечек улыбается. Вот так вот руки фиртом держит. И это и была пряжка. То есть через руки пропускался ремешок костяной. Вот. Ну и самая яркая находка, которая здесь имеется, была сделана в 1990 году. Это роговая маска человека. То есть это роговая маска, как предположительно шамана. Он лежал на составе погребального комплекса. То есть здесь была яма, уходящая в материк. Когда эту яму расчистили, сначала нашли два скелета медвежьих лап, лежащих крест на крест. А под ними вот эта самая роговая маска из основания рога оленя. Она сейчас находится в составе экспозиции археологического музея Ивановского университета. Последнее время здесь работала экспедиция Ивановского университета. Работала, значит, экспедиция, соседняя мезолитическая экспедиция Михаил Генеевича Жилина. Тогда были сделаны находки мезолитических памятников. Всего же здесь, насколько я помню, дай бог памяти, 17 стоянок. 17 или 18 даже стоянок разного уровня. Есть сезонные стоянки, есть обширные поселения с погребениями. Это было очень обжитое место примерно 5,5 тысяч лет назад. Да, вот действительно валяются здесь под ногами предметы ровесники египетских пирамид. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА